Знаете, у меня сложное отношение к этой проблеме. С одной стороны, я сочувствую людям, которые имеют некую, скажем, аномалию такую. Если эта аномалия никому не мешает, и если там нет никаких принуждений и прочее, то пусть она будет. Но мы сталкиваемся с другой темой, что люди, которые, ну, наверное, они чувствуют, может быть, там не отношение к ним такое сложное, недовольство какое-то, они в качестве компенсации начинают настолько активно все это пропагандировать, настолько навязывать это, что возникает обратная реакция. Ребята, а вот, как бы, не ушли бы вы в тину, да, у вас есть проблемы, ну, решайте их, мы вам не мешаем, и никто вас не должен преследовать, но вы уж не лезьте, пожалуйста, на глаза, да, потому что мы не лезем там на глаза со своими, так сказать, привычками или ориентацией какой-то там сексуальной, но и не лезьте вы, давайте, как бы, сделаем эту тему такой более интимной, более искровенной, а не будем ее на, как, на публику выносить, и вот все эти повадки, методы и так далее. Поэтому я за то, чтобы права человека соблюдались, в том числе и в этом отношении. Но они должны соблюдаться, права людей всех. Кому-то это необходимо, а кому-то это не очень, так сказать, нравится. И вот здесь нужно было бы нужно соблюдать права и тех, и других. Поэтому я, ну, не знаю, я бы не стал проводить каких-то геопарадов, я бы не стал их запрещать, но я бы не стал проводить. Потому что это дополнительная какая-то волна, которая такого, ну, ненависти нет, конечно, но такого непонимания точно вызовет. Непонимание и противодействие, самое главное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...